Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент и это Скайрим, сборка модов рекаст. И вот мы сидим, греемся у костра. В надежде, да ни в какой надежде, мы сейчас просто возьмем, не будем тянуть и попробуем обследовать фальскарский маяк, который нас попросил, об котором нас попросил Вульф, который в скором времени отправит нас в Скайрим на своей чудо-лодке. Но, пока нам туда отправляться не следует, мы лучше отправимся на маяк и посмотрим, что же у нас там за привидение водится, что там такого странного и необычного. Боевой дух надо взять мне на вооружение, очень мощный крик, новый крик. Почему бы его не использовать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо, чтобы меня смыло. Это будет не очень хорошо. Так. Никого тут нет? Нету. Пока шла загрузка, была такая интересная надпись. Только истинный мастер-кузнец способен выковать клинок с драконьей друшой. Друшой. Душой. Что, собственно, у меня и есть в руках. Тот самый драконьий клинок. Дух самого дракона заточен в нем. А вернее сказать, драконов. Так, святилище Стендара, Зенитара. Смотрите, какие странные святилища интересные. Какие еще у вас есть святилища? Так, мне нужно святилище Талоса. У вас такое имеется в наличии? Я был бы очень рад. Давайте поднимемся наверх сначала и посмотрим, что у нас на самом верху. О, тут у нас походу пожар был. Ай-яй, печалька. Ладно, отправляемся вниз. Как всегда, в подземелье. Наводить порядок. Отправлять призраков в загромный мир. Сохранимся. Фальскарский маяк. Ну, кого там надо упокоить? Окончательно. Это будет интересно. Кстати, я тут мимолетом узнал, что у меня, оказывается, в этой сборке присутствует очень классный квест. Который он у меня уже активирован, как оказывается. Квест, позволяющий нам стать драконьим жрецом. Реально самым настоящим драконьим жрецом. Целый ритуал провести. Иными словами, превратить себя в леча. И играть уже как лечом. Со всеми вытекающими отсюда. Призраки ходят. Зато капуста непризрачная. Это радует. Надеюсь, тут хотя бы скримеров не будет. Так, вот кто у нас. Яна. Яна. Так, сегодня 9. Случилось такое, у нас не было выбора. Мы должны были взять деньги. Бла-бла-бла. Что-то странное случилось. Скелет. Причем костной муки у него дохрена. Полотяной шкаф. Что у нас там? Ботинки кузнеца. Так, это мы сломали. Ух ты, а что это за место такое? Интересное. Что-то я не понял. Эй. Только что была здесь и исчезла. И куда мне идти? Так, все перевернуто. Тумбочка. Что в тумбочке? Ну, хотя бы золото возьмем. Надо было все-таки с Яной потрещать. По всей видимости, да? Так, мне кажется, здесь что-то есть. Определенно. Может, за веревку потянуть? Нет. 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 Должна же, по-моему, вот эта вот штука, мне кажется, она должна как-то открыться. Моро! Ой. Опа-на, рычаг. Есть. А вот и я. Ну что, кому тут надрать задницу? Всех приглашаю. Вон она идет. За ней. Так, кстати. Ворованные страницы. Я тоже заболеваю. Все было как у Альвара, боги. Мне пришлось оставить его наверху. И кто знает, что эти больные на голову разбойники сделали с его телом. Они сегодня приходили, все обыскали, все перевернули вверх дном, но люка не нашли. Спасибо девяти. Ну, эти бога. Нам-то пришлось все рассчитывать, чтобы открыть люк, а времени приоткрыть чем-то не было. Классно. Ладно. Давайте разгадаем мистические тайны. Господи, уже вскоре мистика поперла. Вот знаете, такое чувство, что я сейчас сижу и играю в очередной хоррор. Сейчас какой-нибудь скример вылетит. Ну, у меня хотя бы крики есть. Если что, я могу этому призраку таких люлей отвесить, что сам офигеют. Так. Нужен ключ. Осмотреть, осмотреть комнату и найти ключ. Так. Ключ. Мы нашли ключ. Открываем. И что у нас там? Все ниже и ниже. Какой-то маяк странный, я вам скажу. Здоровый какой-то маяк. О, пришли. Ух ты, сколько сундуков. Эй, Яна. Осмотреть сокровища. Так, начнем с малого. Золото. Свиток. Зелье. Так. Двимерский щит не надо. Золото. Магия. Вирулентный яд. Толкнем. Кошель с монетами. Ой, сколько под ногами кошельков-то, а? Конечно, не очень дает, но тем не менее. Так, это у нас, по всей видимости, сама Яна. Представилась. Так. Ну, давайте. Что у нас тут в сундук? Золото. Ни хрена себе. Родителям. Вульфа. Сапфир. Лук пламени. Так. Давайте почитаем, что у нас там. Что мы нашли-то такого. Так. Родителям. Ага, вот. А, надо, короче, деньги эти отдать. Стойте, стойте, стойте. Давайте-ка еще раз прочитаем. Что за завещание стало? У нас было так много, мы могли бы заплатить этим бандитам и дать часть нашим друзьям, чтобы помочь им растить Вульфа. Мне уже не справиться с болезнью. Мои часы сочтены. Я молюсь, чтобы мой дух смог провести кого-нибудь к сокровищам. Привести, имею ввиду. Они не должны попасть в руки тех бандитов. Пожалуйста, если кто-нибудь найдет деньги, отдать часть родителям Вульфа, что живут в порту. Тогда они пойдут на благо новорожденного и, может, это смоет наложенные на них проклятие. Что за проклятие? Он что, проклят? Так, ладно, тогда давайте вернемся. Только, я чувствую, не дадут отсюда убраться. Наверняка призраки, наверное, бандитов. Да? Или нет? Все тихо будет. Ага, как же мне туда забраться-то? А, наверное, вот так вот. Так. И чё? Эй. Как бы... А, вот. Открыли. Уходим. Вернемся к Вульфу. Пусть порадуются. Хотя бы одну проблему разрешили. Ой, да. 20 минут второго. Вот так вот, ребята. Вот так вот бывает. Вот это вот мое реальное, блядь, время показывает. Так. Давай. Стоять. Тихо, 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 тихо. Может, не надо было просто, скажем так, воспользоваться системой Fast Travel. Было бы здорово. Но, знаете ли, я еще с Моровинда понял, что вся эта система, что в Обливионе была... Скажем, не то, что лишней. Ну, можно сказать, что да, лишней. Могли бы это как-то заменить, что ли? Сделать какие-то повозки, да и т.п. Чтобы было как-то, знаете, интересно. А то Fast Travel нажал кнопку, переместился. А все красоты с Карима обходят стороной. Надо пешком тут ходить, на коне бегать, исследовать все, в конце концов. Сохранимся. Давайте поговорим с ним. Ну, чё? Так, мне побелось добывать. Побывать на маяке и там осмотреть. Правда? А почему такой мрачный взгляд? Что там нашлось? Что случилось с друзьями моих родителями? По маяку бродит дух Яны. Ее мучают угрызения совести засадейные. Угрызения совести? Во имя девяти, что случилось? На них носили разбойники и требовали денег. Тогда они отправились с Карим за помощью. Им нужны были деньги? Если бы они только обратились к моим родителям. Что случилось дальше? На пути назад их корабль затонул. И они украли золото, что было на борту. Они? Те разбойники? Наверное, здорово их достали. Иначе Алинар никогда бы так не поступил. По крайней мере, о них совсем другое рассказывали. А откуда история о призраках? Они оба заболели и умерли. И дух Яны без устали бродил по маяку. Значит, те рассказы правдивы, пусть частично. Спасибо тебе. Мне всегда было интересно. А теперь я знаю. Так. Кстати, то золото нашлось. Яна хотел, чтобы золото досталось тебе. Да, отдадим ему тысячу золотых. Во имя? Правда. Это мне очень даже поможет. Спасибо тебе огромное. Такого в наши дни не встретишь. Пожалуйста, если тебе понадобится поехать с Карем, я снижу цену до скромных ста золотых. И так будет всегда. Ну, ты вообще, короче, просто реальный чел. Вы гляньте, он с пятихатки скинул до сотни. Знаете ли, чувак знает, с кем дружить. Так. Ладно. Допустим, мы сделали с этим, справились. Теперь нам надо быстренько узнать, что же у нас тут такого в квесте мечты об обливиуме. Классный песик Обалдеть Собак редко встретишь в фальскаре Хотя никто не знает тому причины Съели их, наверное, всех Отстреляли Закон должен был выйти Обострелить животных Надо перекусить, поесть, выпить Что у нас там на обед, на ужин А у нас, как всегда, говяжья похлебка С жареной кониной Зашибись Коня мне резвого Господи, я подумал, что это я так свечусь Оказывается, это просто тень такая Поехали Давай, 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 давай Вон туда Да, какая-то тут пасмурная погода Никакого позитива И пауки, главное, разгуляют Обычно они в пещерах сидят все А тут что-то с какого-то перепугу Главное Строго стандартно Волк, медведь, паук Трус, балбес, бывалый Просто Сейчас наверняка опять Смотрите, там конь, кажется, стоит, да? А, тут что-то поселение Ух ты, это там и святилище Так, а вот это интересно А, это Приорат Бейлон Приорат Бейлон Это, по-моему, у меня, кстати, по основному в сюжетной линии Святилище Талоса Отлично Хорошо, вот Главное, святилище И тут адский конь Какого-то хрена тут делает Это что такое, святилище Мары Но Талос, конечно, самый крутяк Приор Да приглядят за тобой боги Ну, ладно Хоть я и сам Ну, как драконорожденный Полубог Так, с Тарлогом надо будет поговорить по основному Скажем так, сюжетной линии А мне сначала надо потрещать Вот с тобой Во Смотрите, строи, чё-то чинить, сохранились Чем ты тут занимаешься? Я помогаю брату Тарлогу управлять Приоратом И курирую научные исследования Правда, в последнее время я неважно справлялся с этой работой Что ты имеешь в виду? Здесь раньше был ещё один Приор Брат Вернон Мы хотели вести исследования в спокойном темпе Соблюдая все предосторожности Он же хотел брать нас скоком Без разбору, используя магические предметы Более того Он пожелал изучать всякую магию Вне зависимости от её источника И что самое ужасное В том числе и некромантию В конце концов он сам себя и выдал Когда случайно нёс повреждения двум другим Приорам Мы немедленно изгнали его из Приората И лишили статуса Приора Мы отправили его на все четыре стороны Позволив захватить с собой лишь вещи из его комнаты Однако мы уверены, пожитков у него должно быть больше Мы все убеждены, что у брата Вернона Было что-то вроде логова или тайника неподалёку от Приората У него очевидно было место, где он держал вещи и проводил свои нечестивые эксперименты Но мы так и не смогли найти его Я могу поискать, что припрятал брат Вернон Правда? Ты можешь это для нас сделать? Спасибо Мы знаем, что его тайник где-то здесь, но не знаем где именно Можешь, если нужно поспрашивать наших Приоров Вдруг они знают что-то Пожалуйста, принеси мне всё, что может представлять интерес Я кажется, стойте, сохранимся Но я кажется, кое-что нашёл Стойте Найти тайное логово Верно, ну давайте спросим вот этих вот наших Может они что-нибудь знают Эй Тебе известно, где он мог спрятать вещи? Где бы ты ни был, сомневаюсь, что внутри здания Там просто нет таких уголков А ему надо много места для экспериментов Много места, наверняка горы какие-нибудь Тебе известно? Ну, он любил разгуливать по ночам Так Прогулки были странноваты По ночам разгуливал Так Значит, ночью Просторные места Это у нас не дом Однозначно не здание Значит, что это у нас может быть? А может это у нас быть Друзья, всё что угодно И куда мне идти осматривать всё? С кем мне потрещать? Ты кто? Ну давайте зайдём все внутрь Они, видимо, сейчас все собираются на ужин Потому что тут же у нас, как Им тоже надо питаться, есть Иначе с голоду нафиг сдохнут и всё Ух ты Как здорово Ой, вас тут сколько Так Тебе известно, где он прятал? Боюсь, нет Звуков никаких не доходило Пещера Ребят Это пещера, наверное Он у пруда проводил время Так, ребят Я кажется Да, допёр кажется Где он все свои тайные делишки проводил Возле пруда Определённо под землёй Где-нибудь или в пещере Но это недалеко от этого места Так Понятно Что это за светилище? Светилище Акатоша Ну чё? Ух ты Да у вас тут все светилища, что ли? Киноред Аркея Зенитар Стендар Может у вас и книги есть какие-нибудь классные новые? Чтобы я мог изучить Так Ну тут ничего особенного И нету Так, у тебя тоже Так Ну Тарлок Давай с тобой-ка мы Поговорим О чём поговорим? Ну давай об этом поговорим По сути нет Не знаю, говорит Я знаю, что эта проблема становится всё серьёзнее И охватывает весь Фальскар Но не более того Эти люди Ингвара Он платит им Приходите Ээээ В Янтарный ручей Помогите нам Это невозможно Если только Ингвар не решил начать новую войну Как бы то ни было Мы не можем помочь 700 лет назад Шор Спас наших предков Чтобы могли жить На цветущей земле И впитывать знания Которые она хранит А вот с ним для того Я не успел читать Мы не будем способствовать Разжиганию новой войны Сунвальдами Конечно Всё ещё храним верность Бурвальдурам Если придётся Мы будем сражаться За короля Агнара Пока не добьёмся победы Или не попадём в Савангард Слушай, а кто построил портал В Мзубтанде? Мы мало что знаем Его местоположение Заставляет предположить Что портал построили Две меры Но других свидетельств Пользу этого нет В других Две мерзких руинах Подобные устройства Не встречались Так что всё это Только гипотезы Учёные Вайзмен Мустенда Вроде как изучали его Но нам неизвестны Результаты их исследования Придётся начинать с нуля Из-за постоянных войн и конфликтов Раздирающих эту землю Было недоисследование портала Может когда-нибудь Ты очень мне помог Я тебе скажу Очень хорошо помог Нужно будет вернуться к Ярлу Но давайте сначала попробуем Поискать тайное логово Тайное логово И определённо Ночью Возле пруда Возле пруда Может Может это Где-то тут Под водой Может какая-то магия Стойте Может мы чего-то не видим Чего должно быть Так вот здесь Как-то странно Что-то должно быть Что-то должно Здорово Разлёгся Так Главное Дождь идёт А это Разлёгся Ё-моё Так Ладно Ну кадр Вообще Во даёт Как дела Говорит Да нормально Всё у меня Мда Ладно Ищем Ищем Что там у нас такое Стойте Я кажется знаю Чё надо мне использовать Мне нужно использовать Шопа Тауры Так Валяется Кони Кони Заяц Так Ну что-то здесь Должно быть определённо Как-то тут Должно Что-то активироваться Взаимодействоваться Я не знаю Раз он любил Разгуливать По ночам Часто возле пруда Был Ночью Во Тайник Нашли Так Сохранились Боевой дух И в путь Давайте-ка Глянем Что же там В тайнике Такого Что он пытался Скрыть Так Осмотреть Тайник В поисках Предметов Представляющих Интерес Давайте Посмотрим Так Книжка По-любому Дневник Его И Ух ты Вы открываете Книгу Намереваясь Её прочесть И оттуда Вываливается Таинственный Кристалл Вы вновь Закладываете Его в книгу Кристалл Непременно Заинтересует Брата Арнанда Так Наконец-то Успех Я обнаружил Дано Потерянный Дейдрический Артефакт Известный Как Кристаллы Мечтаний Однако Есть Проблема Некая Защитная Магия Блокирует Их действия В нашем мире Так В таком В таком Стоянии Для меня Бесполезны Ага Так Нужно Высвободить Энергию Господи Мне кажется Это очень Могущественный Артефакт Так Может Он Решил Возвыситься А Если Учесть Что Исходя Из Названия Кристал Исполняет Любые Мечты То Вполне Возможно Он Решил Как И Любой Другой Возвыситься До Статуса Бога Мне удалось Найти Тайник Вернона Там Был Этот Дневник Посмотри Что В нем Оказалось Что Это Какой То Кристалл Мне Надо Изучить Этот Вопрос Пожалуйста Дай мне Денек И Возвращайся Мне Понадобится Твоя Помощь И Вот Запотраченное Время Спасибо Да Пожалуйста Обращайся Какие Проблемы Ладно Дадим Моему Денек Ну И Думаю Мы Здесь На этом Закончим На следующем Утром Как говорится Я с вами Прощаюсь С вами был Андрей Доцент Не забывайте Подписываться Ставить лайки Разумеется Оставляйте Комментарии А также Заходите В группу Вконтакте Ссылочка В описании Все друзья Всем Пока